Плагины, как я уже раньше высказывался, они есть платные и бесплатные надстройки, которые помогают в проектировании. В частности, это у нас есть Эрчейн Электрика. У нее есть функционал, то есть расставлять она может светильники, даже делать точечный расчет. Допустим, мы берем помещение и для проверки можем выбрать и он уже нам делает расчет, такую расчетную табличку ставит. Это помимо этих есть стержневой молниеприемник он ставит, спецификацию тоже делает молниеприемников, таблицу принципиальную графическую, однолинейную строит, также можно строить заземление, здесь есть свои семейства, все это. Есть Тесла надстройка, Тесла бесплатная, Арчейн платная, Тесла бесплатная. В Тесле возможно строить графические однолинейные схемы так по щитам, которые, скажем, установлены в проекте, либо, скажем, мы предполагаем, что будет какой-то щит, задать любое количество групп, он сам построит нам щит, мы можем забить, это получается щиты виртуальные, которые мы можем делать даже расчет, указывать мощность, косинус, и он будет делать расчет нагрузки. Точно так же он делает графические схемы из подвязанных уже щитов в проекте, может расставлять светильники тоже, но расчета он не делает. И есть программа, это тоже программа бесплатная, Шнайдер Электрик. Она делает расчеты мощностей, потери, считает токи короткого замыкания. Здесь можно прокладывать трассы. Точно так же, сейчас я открою проект, покажу возможность прокладки и заполнения кабельных трасс. То есть мы прокладываем от щитка, допустим, лотки, и по этим лоткам, уже указывая трассу, у нас чисто появляются вот такие вот связи, у нас учитывается, что здесь прокладывается кабельная линия, и уже, опять же, это от Шнайдер Электрик, она эту линию уже учитывает по-своему. Ну можно вот, здесь удобные вещи, конечно, есть, вот, маркировка кабельных линий сразу, то есть не задумываясь вручную не писать. Единственное, что, опять же, если мы соединяем, допустим, у нас есть главный какой-то щит, и мы соединяем щит распределительный, у нас Revit будет нумеровать линию, как я показывал, он будет писать группа 1, 2, 3, либо 2, 4, 6, в зависимости от того, какой тип щита выбранный. Здесь, в Шнайдере Электрике, есть возможность именно перебивать, вручную мы можем задавать функцию переименовать наименование щита, вот, допустим, там было, у нас показывают GSCS 1, 2, 3, я пишу GSCS, допустим, группа 1. Вот мы смотрим, вот она, и расчет кабеля, и у нас переименовалась группа. И если здесь их 20 или 30 при переименовании первой группы, переименовать остальные, и она остальным группам даст уже по нашим нормам, как GSCS, группа 1, 2, 3, то есть без вот этих вот трех модулей, то есть не трехфазная, как обычно обозначает Revit, а будет более адаптированная под наши стандарты. Если резюмируя, то Revit много чего может создать, сам своими силами без использования сторонних плагинов, и много специалистов, работающих достаточно давно с ним, придумывали, находили разные пути обхода всему этому, но как данность Revit не адаптирован под российские нормы, и множество сложностей возникает в связи с этим. Много необходимых нам расчетов, схем и всего прочего. Revit сам построить не может. Мы можем, опять же, искать обходные пути, что-то делать вручную, что-то там фактически полуавтоказовским способом создавать, но сейчас, как Вячеслав сказал, есть большое количество сторонних плагинов, которые позволяют нам это все ускорить, упростить и улучшить. Они есть платные и бесплатные, у каждого из них есть свои плюсы, есть свои минусы. В чем-то они сильны, в чем-то они не дотягивают до своих конкурентов, но используя различные стороны этих плагинов, можно добиться очень хорошего результата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова